Всем тихой ночи! На этом канале уже есть информация по всем крупным организациям мира SCP. Но помимо разных важных ребят, типа повстанцев хаоса, длани змея, гококультистов, как плоти, так и металла, во вселенной фонда существует огромное множество разных небольших групп. Например, вот одна из них это Дир Колледж или Олени Колледж. В мире SCP существует карманное измерение, в котором разместился целый город. Место это называется Три Портланда. В этом городе есть даже свое учебное заведение. Оно зовется Дир Колледж, и там учат по двум основным направлениям. Конечно же это искусство и оккультизм, но есть и естественные науки. Благодаря своему расположению в карманном измерении Трех Портландов, Дир Колледж имеет возможность действовать во многих мирах. В мире сорванного маскарада, где существование аномального стало общеизвестным, руководство колледжа активно участвует в общественной жизни и высказывается по всем важным вопросам. Там, в публичном издании Одиссея Дир Колледжа, даже обсуждаются битвы между культистами плоти и металла. К слову, на сайте SCP есть несколько отдельных статей, написанных в виде издания Три Олени Одиссеи. Студенты же во время обучения могут посещать измерения библиотеки странников. Одна из дверей кампуса ведет именно туда. Выпускники Дир Колледжа это ведущие криптозоологи и меметики, тауматурги и патофизики, а также демонологи и друиды. Благодаря дружной атмосфере, учащиеся тут образуют крепкие сообщества, которые после выпуска нередко становятся новыми организациями аномального мира. Конечно же, обучение в Дир Колледже практически гарантирует трудоустройство в любую уже существующую организацию. Выпускников Оленива Колледжа можно найти в организации торговцев аномальными вещами Маршал Картер и Дарк. Там особенно ценятся выпускники факультета демонологии. Особенно тесный колледж сотрудничает с Андерсон Работикс. Ведь это создающее одушевленных роботов компании, тесно связано с самим колледжем. И его студентам нередко удается записаться туда на практику и принять участие в делах Андерсона. Объект 5460, например, устройство, облегчающее телепатическую связь, было создано при участии учащихся колледжа, так же как и SCP-6660. Устройство, смысл работы которого в сканировании ДНК человека для последующего его излечения от наследственных болезней. И это только то, что заполучил в свои руки фонд во время рейдов в измерении от Репортланда. А сколько аномальных механизмов, созданных под Маркой Андерсона и руками студентов Дира, не попали в поле зрения фонда SCP? С фондом колледж практически не взаимодействует, потому что агенты фонда редкие гости в измерении Три Портланда. В самих же стенах этого заведения, так же есть множество самых удивительных вещей. И конечно же это привлекает внимание фонда SCP. Так вот у одного из бывших студентов, хранилась пластинка с записью песни Пинк Флойда. При прослушивании которой человек пропадал из реальности и временно оказывался в небольшом измерении, где по всей видимости непрерывно идёт концерт этой группы. Фонд забрал такой интересный предмет себе. И теперь это SCP-3742. Другой выпускник Дир Колледжа пополнил коллекцию фонда небольшим фургоном, способным путешествовать в четырёх измерениях. Он хранится в зоне 201 и называется SCP-4137. У его создателя был найден диплом мультипространственной механики, созданный Дир Колледжем, так что видимо учат там хорошо. Среди находок, созданных выпускниками колледжа, немалые произведения аномального искусства. Прежде всего это конечно же SCP-4784, безусловно выдающееся произведение современного искусства. В общем в мире SCP-обучение в оленем колледже, это судя по всему лучший выбор человека, желающего получить актуальные аномальные знания. Даром время точно не потратите. Также даром время не терял один известный под именем Кулманса гость другого города, находящегося вне обычных миров, Алла Гады. Главный герой рассказа Жезлоносец при дворе повешенного короля, впервые появившийся в SCP-2264, оказался не единственным из тех, кто носит звание Жезлоносца. И да, посыпались все теории о том, что Кулманса и SCP-049 Чумной Доктор это одно существо. Хотя уже довольно давно было понятно, что из общего у них только одинаковые маски, полученные именно в ходе в Алла Гаду. В общем, не имея ничего общего, с SCP-049 Жезлоносцы ходят по всем мирам мультивселенной и собирают такую информацию о самом существовании, которые иные не могут подумать. А все для того, чтобы поведать об увиденном любому, кто пожелает услышать. Каждый Жезлоносец имеет при себе особый артефакт, являющийся многомерной картой мультивселенной, при помощи которой становятся возможны самые немыслимые путешествия. Платой за владение этим предметом становится болезненное превращение в существо, которое многие при встрече бы назвали монстром. Тело владельца карты со временем приобретает птичьи черты, а старейшие Жезлоносцев фактически становятся огромными антропоморфными птицами. Сохраняя человекоподобные очертания лишь отдаленно, некоторые даже становятся на вид самыми обычными птицами. Такие приобретают возможность прилетать через малейшие повреждения в ткани бытия, а значит путешествовать между мирами с куда большей легкостью, чем другие носители Жезлов. У этой организации есть свой собственный формат статей. Обычно это отчеты об исследовании того или иного уголка мультивселенной, берущий за основу тот самый рассказ. Жезлоносец при дворе повешенного короля. И это довольно крутой формат, если подумать. Статьи эти по сюжету самой связанной организации печатаются в особой газете, которую Жезлоносцы распространяют среди тех, кто жаждет подобных знаний. Наверное, было бы неплохо как-то раз утром увидеть в своем почтовом ящике газету с описанием иных миров. Фонд узнал о Жезлоносцах, когда расследовал сообщение о том, что у берегов Испании видели лодку со странным существом в ней. На месте агент фонда обнаружил труп крупного птицеподобного существа со множеством колотых ран. Само тело и все предметы, найденные при нем, были сохранены фондом в качестве SCP-5917. Одним из этих предметов был серебряный чехол для свитков, похожий на длинный жезл, содержащий внутри, собственно, свиток, который оказалось невозможно разрушить. А еще оказалось, что его полотно бесконечно. Когда ученые фонда раскрыли чехол, они увидели что-то похожее на карту, состоящее из серии спиралей, со множеством пометок и различных названий на них. Разглядывание этих рисунков вызывает у людей сильное головокружение, но это далеко не единственное свойство найденной вещи. Если взять свиток в руки и громко произнести любую из пометок из него, это приведет к тому, что говорящий перенесется в определенный участок мультивселенной, носящий такое название. Свойство это было открыто, когда исследователь Барнс вслух произнес словосочетание «клад пауков», которое заметил на карте. В ту же секунду Барнс оказался в карманном измерении, состоящем из серии пещер и населенном огромными пауками. Барнс сообразил, как работает свиток и нашел способ вернуться домой, однако вскоре он начал полностью изменяться. Поначалу это были полезные изменения. Барнс начал понимать многие языки, которых до этого не знал, в том числе и мертвые языки, но затем обнаружил, что изменилось не только это. Его конечности начали трансформироваться и превращаться в птичьи лапы. Чтобы остановить эти изменения, исследователь Барнс прекратил взаимодействовать с объектом, зато вот агент Брикс вызвался выполнить несколько опасных поручений фонда в иных мирах. Из одного из таких перемещений он вернулся с крыльями вместо рук. Несмотря на это, Брикс продолжил перемещаться, и в одном из таких путешествий он встретил высокое птицеподобное существо, которое забрало у него карту и вернуло уже практически птицу Брикса обратно на базу фонда. Из диалога этой сущности и Брикса стало известно о существовании отдельной организации жезлоносцев, с которой фонд впоследствии встретился еще несколько раз. На момент выхода этого видео было три такие встречи. Это SCP-5687, так называется небольшое карманное измерение, служащее жезлоносцем своеобразным магазином. И две сущности, SCP-5316 и SCP-5946. Оба существа это представители организации жезлоносцев, каждый из которых поведал ученым фонда множество интересных историй по поводу своих путешествий. Вообще даже странно, что в SCP со всей мультивселенной только недавно появилась организация, которая эту мультивселенную описывает. И я определенно буду следить за развитием этой части мира SCP. Это действительно интересная история. И вот мы подошли к тому, что на этом канале есть уже почти все организации мира SCP. Буквально не хватает одной. Это имперское японское агентство аномальных сущностей. Но там довольно много объектов, так что ему нужно отдельное видео, которое когда-то да выйдет. Всем пока!